Как ты хорошо выглядишь, Валечка. Спасибо. Так, всё, видно, слышно. Всё у нас со звуком. Всё, отлично. Не могу сдержать эмоции. И просто очень рада. Сама рада, я сама рада. Я всё думаю, когда я приеду туда прям поближе, чтобы уже обнять, силы-то есть у меня. Да, Господи, отлично. Если силы есть, значит, увидимся. Значит, всё будет, да. В наши годы, да. Так, ну, с чего мы начнём? Ещё раз выражу свои эмоции. Я очень люблю, когда человек чего-то там делает, и не в тихушечку там чего-то делает, а вот он готов поделиться. Пусть даже у него какие-то косяки, пусть у него какие-то там, может быть, ошибки, но и успехи в то же время. И когда люди хотят делиться чем-то, каким-то своим опытом, я не могу сдержать эмоции от радости. У меня это честь, о чём ты говоришь? У меня это честь. Я, во-первых, в хорошем смысле подвисла на все твои видео, поэтому, конечно, у меня это честь. Классно. Вот, но поскольку мы сейчас, я сейчас записываю, да, наш разговор, и нас будут смотреть, я это видео выложу на Ютубе и на Рутубе, нас будут смотреть, и, конечно же, людям будет в первую очередь интересен твой опыт. Для начала, наверное, надо сказать, кто ты, но для меня ты просто фея. Вот, перчаточная фея. Я тебя так называла. Спасибо. Вот, а ты можешь в двух словах просто сказать, чтобы люди понимали вообще, ну, кто ты, да? Ну, меня зовут Любовь, мне 45 лет, я счастлива замужем, у меня ребёнок, я относительно молодая мама, ему 11 лет, мальчику моему. У меня две собаки, вот, у меня действительно свой бизнес. Он, правда, уже лет 20, но именно вот этот бизнес, шестой год, вот. Связан он тоже, наверное, может быть, в каком-то смысле с детоксом, а может быть, там, требовалось какое-то изменение, но я попозже, наверное, об этом, может быть, зайдёт речь, почему такой резкий скачок и куда он. Вот, у меня живы родители, и мне приходится там в какой-то степени привлечённым в их жизнь, дай бог им здоровья, у меня моя Валя, в общем, у меня такая достаточно интенсивная жизнь, я сама обслуживаю своих клиентов и так далее, то есть мне как бы приходится быть всё время в тонусе и форме. Вот, это, ну, у меня своё производство, я езжу туда, вот, производство у меня 200 километров от там, где я живу, это так достаточно интенсивные такие мотания, за рулём я сама, вот, и, ну, как бы я встаю, как и вставала в 5 утра и ложусь, как и ложилась раньше там, ну, чуть-чуть до полуночи. Какой бы я много жизни. Вообще очень интенсивный такой график жизни. Интенсивный. Интенсивный. Так, и вот тогда, значит, я начну со своих вопросов. Сейчас вот это слово очищение, детокс, они очень популярны, и это именно то, о чём я постоянно и на своём канале, да, какие эту тему развиваю. И я смотрю, что всё больше людей подтягиваются именно к этой теме, они приходят прям с целевым запросом. То есть я хочу очищаться, мне нужен детокс, мне нужна очистка. Не похудеть, Байя, обрати внимание, не похудеть, не там, не начать что-то, а речь о очищении. Вот именно, меня это очень радует, потому что до недавнего времени, ну, будем так говорить, 6 лет назад, я сама понятия это вообще не имела о том, что существует какое-то очищение. Ну, я жила, как и жила, в общем-то, да, и только определённые обстоятельства привели меня к тому, чтобы я узнала об этом. Всё ради мужчины. Ну, ради того, чтобы он не сделал ошибок, Байя. Да, волей судьбы или Бога, не знаю, как это, да, вот так случилось, и чему я, конечно, несказанно рада. И тогда к тебе вопрос, а в твою-то жизнь как пришло это понятие очищения, как ты с этим познакомилась? Кратко расскажи. Боюсь, что я в этом смысле, я когда ещё и познакомилась с тобой, я тебе говорила, я такой стрелянный воробей в этом смысле, я не новичок в очищении, я это делаю лет в 14, я очень люблю, я дитя 90-х, я очень любила все эти книжки про очищение, про карму, про Лазарева, там, и так далее. Это моё было прям второе имя. Я очень любила эксперименты над собой, мне это всё очень нравилось, и мне это было близко. Я как бы в каком-то смысле была предоставлена сама себе, и я с удовольствием тратила время на эксперимент, я могла себе это позволить. В том плане, что у меня не было тогда семьи, не было детей, как говорится, знаешь, когда у нас ребёнок, мы начинаем по-другому к себе относиться, беречь себя и так далее. Тогда мне было всё это в диковинку и нравилось. Фора у меня была большая, мне как бы энергии у меня было, хоть отбавляй. И ничем я ничем не болела, у меня не было потребности, это было просто эксперимент, который мне просто нравился. То есть получается, что ты просто по духу такой экспериментар. Абсолютно. У меня здоровая семья очень, моя мать и отец лыжники. Они занимались, учились и как бы многое закалялись в прорубях. Порфирь Иванов у нас вот эти имена гуляли. Мама очень любила все эти очищающие тоже. И сейчас любят детоксы, диеты, как бы вот щадящие вот этот вот. И вообще у нас в основном культ здоровой обычной еды. Мы, ну как бы, очень простую еду. Вот этот твой салат-щетка, это оказывается там как бы знаменитая такая вот история родительская. То есть я просто в этом смысле выросла. Поэтому не могу сказать, что я к чему-то у меня что-то был какой-то путь, и потом я с него свернула и пришла. А, наверное, в каком-то смысле он поменялся в сторону осознанности, когда появилась у меня ты со своим каналом. Потому что я очень долго кокетничала и смотрела, и там дистанционно любила тебя два года, пока не написала. Я не знаю, помнишь ли ты мое письмо, одно из первых. Я тебе написала тогда, извините меня, пожалуйста. А я так обычно никогда не... Мне так пишут, понимаешь? Ну, каково самой писать? Байя, это вообще... Ты же звезда, у тебя канал, тебе там пишут подписчики, у тебя есть что сказать, у тебя вся четкая речь. Все аргументировано, ты на себе, все это показывает. Ну, ты звезда. И вдруг там, я не знаю, могу ли я написать и так далее. В общем, я написала. И причем, как бы мой муж тогда, он меня очень поддержал. Он говорит, ты что, посмотри, она же, говорит, ну, очень теплая. Она говорит, напиши ей. Я говорю, ну, пошлет. Да не пошлет, ты что? Она же, говорит, ну, не пошлет. И вот потом, где-то у тебя мелькнуло, что ты готова отвечать, потому что... Или где-то мелькнуло, что тебе задают вопросы, а кто-то, по-моему, после какого-то видео, где кто-то тебя критиковал, ты говоришь, слушайте, ребята, это вообще-то мой канал. Помнишь, нет такое? Это вообще-то мое пространство. Ну, когда отпишитесь, и все. Я думаю про себя, это мой звездный час, потому что я ничего плохого не хочу, я только спрошу. И, в общем, я тогда позвонила и спросила, или там написала и спросила, что мне делать, потому что я тоже как бы прошла через Огонян. Не один флук тогда, это было два или три. Два. Два на тот момент, два, потому что я записывала буквально, я пересматривала эти видео, там очень много было с кожи со мной, я тоже почти как бы вот вот эти дни, первый день, второй, третий и так далее. У меня где-то есть, но не выложено тоже вот эти видео, которые я записывала для себя, вот, чтобы какие-то там, ну, потому что разительные изменения, они, конечно, цепляют невозможно. То есть это то, что меня, ну, очень цепануло. Меня очень привлекло то, что у тебя двигался сустав и рука, потому что это был мой запрос, у меня не двигался сустав, вот, это была проблема, я хромала, и я как бы не знала, куда сядеть, честно, а как бы мне так не очень нравились, вот эти ограничения и прочее, я пошла на вот эти вот голодания, или там условные они голодания, потому что там много, наверное, ну, первые пять часов ты чувствуешь, а потом он заканчивается. Да, согласна. Потом, конечно, вот это разительное изменение, когда ты постриглась и вообще просто стал другая на велосипеде, но ты не поверишь, я тут же купила велик, Бая, мне тут же все надо было, мы переехали за город, потому что, когда я тебе звонила, это была квартира, мы переехали за город, вот, грядки тут не сделаешь, но какие-то пустыки я все равно посадила, и мне как бы в этом смысле, вот, но самое главное другое, это очень в это слово сложно поверить, но я не то, что повторила, как бы, да, но вот как-то мне, ну, как дизайнеры говорят, вдохновились. Если я все правильно понимаю, как правило меня, у тебя было или есть лоскутное шитье, так это или нет? Ой, Люба, это лоскутное шитье, это то, с чего начинался мой канал на Ютубе, между прочим, когда там было бесценных пять подписчиков, и там было пять видео, про мои лоскутные одеяльца и курточки, конечно, я сейчас окунаясь назад, я понимаю, что это было так все примитивно, но это была моя любовь, моя душа, это то, чем я вот хотела заниматься, а потом вдруг бац, наступило очищение, и канал резко перепрофилировался под тему очищения. Потому что я же стала искать кто-то, понимаешь, мне стало интересно, а у меня бай наоборот, я из очищения ушла, вот, какой-то, ну, я не знаю, ты, наверное, тоже, ты знаешь, что после, наверное, второго или третьего дня наступает какой-то гигантский прилив энергии, ты похож на маленькую, там, ТЭЦ, вот, которая готов там начать отопительный сезон, раньше там положенных, там, 15 сентября, ну, то есть, это был какой-то всплеск энергии, я, у меня мужчина мой, боевой гвардейский офицер, который в ВДВ, ходит очень быстро и высокий, у него длинные ноги, он так быстро идет, а я иду быстрее в эти дни, чем он, и он говорит, Багира, я уже иду, вот так, то есть, он, вот такая вот история. А ты можешь сказать, что как-то, вот эта твоя практика, очищение, да, вот эти твои инсайты и энергии, да, которые ты получала в результате этой практики, что они каким-то образом повлияли на твой всплеск в бизнесе, там, или успех в бизнесе, или само вот это вот открытие твоего нового направления перчаточного, как-то это было связано между собой или нет? На мой взгляд, вот сейчас, оглядываясь, да, это просто прослужило к скатализатору, потому что, когда ты уйдешь, тебе нужно куда-то ее девать в какой-то момент, иначе тебя просто порвет. Ты уже там перемыла весь дом, уже там выучила все стишки там с ребенком, переводила на все выставки, уже все книги там прочитала, со всеми подружками переповстречалась. Но вот это то, что зреет, я не знаю, как это работает, но оно дает тебе какой-то невероятный вот зеленый свет. То есть тебя просто несет, и ты вот на этой энергии не знаешь, что с этим делать, но ты просто идешь туда, и все. Это очень сложно и объяснимо, я не знаю, как это еще там как бы объяснить, но в тот момент я прошла вот этот курс, а он 21 день, и мало того, что ну я там, ну все хороши, ну согласись, на 21 день, боже, уже ли глаза мои мне льстят, я же прекрасна, вот, я просто изумительно там смотрюсь, и на этом фоне, когда вот там чуть ли не сама с собой кокетничаешь, происходят вот эти потрясающие какие-то вещи с собой. Тебе все можно, у тебя все получается, все на какой-то волне, на какой-то там конструктивно-позитивной. И ты как бы практически не можешь делать ошибку. Ну то есть я, ну вот прям, это просто чисто в виде творчества. Чисто в виде творчества. И тогда вот я помню, на этом фоне, это было как раз лето, я очень там тщательно смотрела, и у меня вот было два, два интереса. Первый, это твой канал, ну потому что он постоянно обновлялся, и мне туда надо было. И у меня же ты аж подписана, я все знаю, когда у тебя что-то вышло, я как-то художе. Я первые лайки ставила, если что. А второе, это вот работа с цветами, с кожей, там со всеми вот этими, здесь я не знаю, видно, нет, у меня вот. Ну видно. Вон, это все мои, вот так могу даже показать. Вот, это все, вот, видно, нет? Да, 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 да. Ну вот, это как бы моя, ну такой рабочий кабинет, мастерская. То есть на сегодняшний день, как я понимаю, вот эта практика очищения, которая все-таки является гвоздем, да, нашего разговора и наших общих интересов, эта практика очищения, она плотно вошла в твою жизнь. То есть ты не собираешься ее выпускать, я так понимаю, да, из своих. Ну это часть жизни, она как бы, я ее планирую примерно вот на год. То есть начинается год, я понимаю, что вот у меня будет пост, вот как сейчас, да, я могу какие-то вещи спланировать уже там совершенно нормально. Потом я очень хорошо знаю, когда, какой орган там есть, свое время его, вот. И потом вот я тоже могу показать, у меня вот здесь распечатки наших с тобой рекомендаций. Не наших, а... от твоих мне рекомендаций. У меня ранние есть рекомендации и поздние. Я могу их прям показать тебе. Вот здесь у меня выписаны они и одна распечатана. Вот. И я в прошлом году, как ты порекомендовала, если ты помнишь, может быть, была вот эта каулинглина, я еще раз немножко ее про нее почитала. Она мне что-то пригодилась. Вот. Сначала я думала, что вот, короче, ты знаешь, я ее сейчас добавляю по большой ложке. Я нормально сядю, она меня там скрипит, поскрипывает себе. Вот. И как... Ну, я не могу лечь спать без нее. Ты же понимаешь, мне же надо как бы... Вот. Так что я ее как бы с удовольствием... Вот. На год я ее прям зарядила себе. Вот. У меня были попытки там... Вот это самая страшная ошибка, которая может быть в очищении, кого-то еще привлекать сюда, к тебе вот в эту компанию очищающихся. Вот. Более фатальные ошибки никто не делает. То есть, как рассчитываешь, что твой муж пойдет... А? Ты кого имеешь в виду привлекать? Ну, я все время хочу срочно сделать добро, причинить своему супругу. А. Мне нужно срочно его там обратить в свою веру. Все, срочно рассказать, что я знаю и узнала. Что там, значит, омолодить всех и там быстро увидеть эти результаты в глазах. И он мне... Он же... Ну, он же мужчина, да. Он мне говорит, ты не представляешь, как я вообще с утра сегодня проснулась. Насколько просто мне... Ну, в общем, все равно, конечно, он встает. И он не придерживается этого. Я встала мысленно от этого всего. Ну, вот. Но... Не могу сказать, что моя жизнь делилась на до и после детокса, потому что у меня детокс был всегда. У меня жизнь делилась на... Разделилась на до там твоих рекомендаций, потому что бай, это очень важно, чтобы кто-то был с тобой в упряжке в одной и взял тебя за руку, шел рядом и говорил, нормально, нормально. Все так и будет. Это все хорошо. И как бы там ничего страшного. А нам и не надо быстро. То есть, вот кто-то должен... То есть, несмотря на то, что ты такой прожженный воробей, ты уже дока в практике очищения, ты периодически обращалась ко мне именно с этой целью, да, чтобы я... Если ты позволишь, я это и буду дальше делать, потому что... Да, ради бога. То есть, все-таки нужна какая-то поддержка и лишний раз услышать, что ты на правильном пути, и ты все делаешь правильно, и все ок, да, и все замечательно. И даже если какие-то есть некоторые неприятные, может быть, моменты, они бывают связаны с очищением, да, когда тело очищается, мы иногда наблюдаем у себя какие-то неприятные выделения или что-то в этом роде. И даже вот такие факты, они должны... Нужно знать, да, что это нормально, что это пройдет, что это временно и уверенно двигаться дальше. Ну, не только, потому что я же как бы как вот... Ну, я не могу сказать, то ли мне повезло, то ли что. Мы не болели, у нас не было никакого ковида, у нас не было. Я тысячу раз, Вае, тысячу раз я поблагодарила тебя, когда я позвонила тебе. Я говорю, я стою около прививочного кабинета. Если ты помнишь, что ты мне сказала. Ты же мне не сказала, уходи оттуда. Правильно? Ты мне сказала, ты знаешь, я бы подумала, но я не сторонник. Но я же... Девушка-то, да. Я говорю, все, я все поняла. Вае, я развернулась и ушла. Молодец. Ты молодец. Благодаря тебе, естественно, ну, то есть, я мысленно уже тысячу раз просто поблагодарила. Это первое. Второе, мы же замахиваемся это дальше на Шекспира. Это же очень легко привыкнуть вот к такому качеству жизни хорошему. Когда ничего не болит, а у меня ничего не болит. Я пришла к тебе с огромной болью в суставах. У меня ничего не болит. У меня ясная голова, у меня колоссальная работоспособность. То есть, я там, ну, маленькая такая на электростанции реально. То есть, я много чего могу. А вот такой вопросик такой щекотливый немножко. Вот смотри, все классно, да, у тебя ничего не болит. Ты такая вся на подъеме, там, на энерджайзер и так далее. Вот нет ли, как сказать, не то чтобы опасности, а некого такого риска, что вот на этой волне, что, а, у меня все классно, мне все хорошо, у меня ничего не болит. Нет ли вероятности, что ты подзабьешь немножко на свой здоровый образ жизни, здоровый образ питания, расслабишься, где-то лишняя пироженка, что-то, как-то, чего-то. Не возникают такие вот моменты, что ты как будто бы раз отпустила поводья, да, и куда-то тебя понесло не туда. Вот бывает такое честно? Или же ты все-таки идешь шотко? Я просто, во-первых, я привыкла к этому. Я не то что, во-первых, мне неинтересно есть пирожники. То есть я не знаю, как это работает, они просто, ну, не входят в сферу моих интересов. Мне интересно ягоды. Вот сейчас будет лето, да, я подозреваю, что это будет обжираловка в этом смысле. Но сказать, что я там какой-то, у тебя какая-то приходит внутренняя все равно мудрость и уверенность, какая-то умеренность. Не знаю, я в хорошей форме достаточно давно, у меня нет особо лишнего веса, и склонности, честно говоря, нету, и к перееданию нету склонности. Поводи отпускать, не знаю, бай, я лет пять, наверное, если не больше, если лет шесть, я не выпиваю, у меня нету этой, как бы, практики. Это я тоже у тебя, как бы, прочла в канале, потому что меня это в какой-то момент тяготило, это же событие, тебе нужно быть в этом семейном, там, на праздниках и так далее. И все говорят, не пьешь? Болеешь, что ли? Да я не болею. Ну, мне приходится говорить, что я все время за рулем, и я все время принимаю решения. Ну, что, собственно, практически все время правда, но если честно, то это просто невкусно. И это я тоже у тебя услышала, а потом до меня дошло, что, наверное, так оно и есть. Потому что, ну, очень сложно себя заставить, как бы, глотнуть, и то, что, ну, это же не компот, там, да, ну, вкусный, да, или, допустим, не напиток, тот же огонян, да, который там, из смешанной травы, а ты добавь туда еще льда и чуть больше лимона, и он становится еще другим этот напиток. Ну, правда, если, если что, то, как бы, понятно, что, когда ты его глушишь, там, 21 день, он немножечко, как бы, немножечко много его. Ну, подзадает. поверь мне, если это прохладительно, это летом, а еще там туда мята или там тархуна, становится очень даже. Ну, я очень рада, что мы с тобой, вот, я тебя-то очень хорошо понимаю, и мы с тобой на одной волне, потому что я тоже теперь уже поняла, что вот эти вот все вкусняшки, которые раньше оказались вкусняшками, да, вот это вот все, даже мне бывает спрашивают часто, а позволяете ли вы себе вкусняшки, а не хочется ли вам вкусняшек, и я уже понимаю, что вот те вкусняшки, которые были вкусняшками, они уже больше не вкусняшки. Они не являются такими? Да, они уже перешли в любой разряд, и вот действительно вкусняшки, это какие-то вот вкусные фруктики, какие-то свеженькие ягодки, да, какие-то там сочные овощи, какие-то вот прям вот незаряжалые, да, какие-то свеженькие вот такие, и с хорошей салатной заправкой. Салат, вспомни, вот ты говоришь, сегодня салат, у меня, я помню, я так хочу чеснока и томатов, вот вспомни, у тебя был выход какой-то, ну или три минуты после выхода, вспомни свои слова там на этих видео своих, ты говоришь, я не ва... Или смузи ты делала, ты же помнишь, ты делала смузи тогда? Да. У тебя там вот, и ты открываешь холодильник и показываешь на камеру, что у тебя в холодильнике. Даже я там сидела со слюноотсосом, потому что у тебя он весь забит был, этот холодильник, с пелейшими томатами, ты, по-моему, еще в Сочи тогда жила. Да, 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 да. Вот. С пелейшими вообще томатами, я просто так хорошо знаю, казалось бы, да, я уже везде у тебя побывала, но в реальности я тебя даже вживую ни разу не видела, но вот так может показаться. Но это когда вот так вот близко воспринимаешь человек, то, конечно, его изучаешь. Вот. И это такое ошибочное мнение, что вот сейчас там ты отпустишь ситуацию и пойдешь во все чашки. Ты кто-то не хочется идти, здесь нормально очень. Я себя живу сейчас в жизни, которая меня устраивает очень. Она мне нравится. Я там мало ем, я независима практически от еды, я не мерзну на улице где-то, я высыпаюсь за 4-5 часов. Вот я сегодня проспала там 4,5 часа, я похожа на там какой-то овощ? Нет. Потому что энергии до хрена. Еще при этом я отплавала где-то, наверное, ну вот 780 метров примерно. Я как бы утром отпроводила мужа, еще там отплавала, развела себе магнезию. У меня там один день очищения, все равно всегда в день, ну в неделю происходит, каждую неделю. Но, в общем, ввиду того, что сейчас мы закончим, а потом его встречать, то я, скорее всего, на завтрак перенесу все это. Так что тело в другой форме. Я не знаю, у тебя, наверное, тоже замечала упругость. Я не знаю, как он называть. Есть какой-то термин про кожу, когда она такая, как у девочки. Здорово. Я, знаешь, я тогда провожу какие-то там вот курсы, да, или марафоны так называемые с людьми, которые приходят очищаться, которые приходят на курс, чтобы научиться это сделать и закрепить результаты, и чтобы потом не было, как они говорят, срывов и откатов. Я все время пытаюсь им объяснить, что срывы и откаты бывают только тогда, когда ты трешься денно и ночно в районе кухни и холодильника и думаешь, как бы тебе не сорваться, да, и как бы тебе чего-нибудь съесть, чтобы не съесть. Вот. На самом деле, чтобы не сорваться, нужно просто идти куда-то, в какой-то спорт, в какой-то бизнес, в какую-то там, еще в какую-то деятельность, то есть куда угодно, только подальше от кухни и от холодильника. И, может быть, именно потому, что мы с тобой такие люди тотально увлеченные своей деятельностью, и у нас нет времени интереса возле холодильника, да, и думать. Ну, не скучно, иными словами, тебе не скучно, как бы. Да. Ну, как бы, есть еще что-то делать, интересно. занимаешь плотно. Конечно, убери у меня все остальное и оставь меня возле кухни. Наверное, я бы там сейчас сидела и хомячила, наверное. Вот о чем речь, да. Наверное, да. Я, наверное, соглашусь, если вообще все это убрать, как раз, вот декорация отъезжает, позже уезжает, уезжают мои шкурки, уехали, рисунки, дизайны уехали, ребенка забрали, там еще чего-то, все, и оставили кухню. Ну, бай, конечно, я тебя еще призову. Понятно. Наверное, но как бы тут такого, ну, не знаю, такой какой-то мнимый, если откровенно, такой интерес. Ну, наверное, он есть, естественно, там сложно. Это проще всего, наверное, вот так. Ну, наверное. Твой, ну, твоя семья, твой муж и твой ребенок, они, у них сильно отличается питание от твоего? Или вы одинаково питаетесь с того, как вы? Нет, бай, оно отличается, мы тоже с тобой это говорили, и я тебе уже жаловалась на эту тему, и ты сказал мне, ну, как бы, позволь себе жить как хочешь, и там, да, и абсолютно захочешь, то он, значит, придет. Благодарно воспринимает все. Мы тогда разговаривали, я еще спросила, а Боречка, он так же себя ведет? Ты говоришь, слушай, у него как бы близкий, он стремится к моему образу жизни, но немножечко другой. Как бы он тоже мясоед, он там траля-ля, вот как ему, ну, собственно, мой, да, там, муж. Вот, поэтому отличается бай. Отличаются они. Ну, ты не могла бы прям практически, у нас люди очень любят практические примеры, прям вот рассказать, из чего состоит твой день по питанию, в плане питания, вот что ты кушаешь? Я не ем мясо, не ем лет, наверное, ну, вот с моих 17 лет, мне 45, ну, вот примерно 28 лет, примерно. Я могу там съесть рыбу, которую приготовит мой муж. Я не умею готовить, я не готовлю. То есть с тех пор, как я тебе уже отчитывалась в этом, ничего не поменялось, я не готовлю. Вот. Но я умею нарезать там овощи красивые, я умею сварить гречку. Вот я, собственно, поэтому обожаю гречку. Гречку я ем практически ежедневно, если нету гречки, я ем перловку, если нет перловки, я ем булгур, но крупу, крупу я ем каждый день. Геркулес не люблю, манку вообще не люблю. Вот. Я ем ее пустую, вот, я ем ее без масла, там есть немножко соли, там, для вкуса буквально, да, но как бы я могу и без соли есть, я могу ее в любом виде есть, она мне не противоречит, я от нее не задыхаюсь, как остальные, и я нормально к ней отношусь, и могу, если можно было бы есть ее три раза в день, я бы ее ела три раза в день, как гречку. Я нормально к ней отношусь. Я очень люблю с утра, как и ты, кофе, я еще тогда, когда сидела на вот условном голодании, я тебе говорила, слушай, у меня очень низкое давление, вот оно прям, я лебедь умирающий, что делать, а ты мне сказала, забить и пить кофе, и как бы, и вообще, вот, хочется кофе, значит, пей. Я говорю, так в воду ж гореть будем, ты говоришь, все нормально, все нормально, все свои, говорят, пьем кофе. Ну, сколько ты пьешь, шесть чашек пьешь, я говорю, да помилуй, Христос тебе навстречу, одну, ты говоришь, о чем речь, Господи. Вот, и вот кофе каждый день, но единственное, муж и я варим кофе на имбире, на имбирной воде, это я тоже тебе говорила, и ты уже спрашивала у меня, это когда крошится имбирь, вот он в блендере взбивается, вот, и вот на этой имбирной воде муж заваривает кофе, это там по старинке, долго, нудно, ну, в общем, он его как бы делает, вот, там нету ни сахара, ни ничего больше, этот напиток составляет основу, наверное, утра, без этого напитка мне очень сложно, вот, на это вот происходит кофе, и скорее всего, ну, обычно это фрукт, или там немножко орешек, я немного ем с утра, и как бы не могу сказать, что я голодной просыпаюсь, в обед я, как правило, ну, гречка и салат, салат-щетка, с тех пор, как я встретила баю в своей жизни, то как бы, вот он у меня ежедневный, практически ежедневный, если нет салата-щетки, я буду есть плашную капусту, вот, я ее люблю, там нету, опять же, масла, масла я в принципе не люблю, я не знаю, почему, и как мне это объяснить, ничего не могу с собой сделать, и скорее всего, ничего не буду, мне не нравится масло, растительное, оливку, я его не люблю. То есть ты ешь салат без масляной заправки, да? Да, я его ем без масляной заправки, получается такой довольно сухой паёк, сухая гречка без всего, и салат без всего. Нет, у меня есть базилик, я его сбрызгиваю, базиликом я могу сбрызнуть вот этот салат овощной, как право, я все это размешиваю. В смысле, в каком виде базилик у тебя? Уксус базилик, вот этот вот, как он называется? Салатная заправка? Салатная заправка, да, вот уксус, бальзамический? Бальзамический уксус. А, бальзамический уксус, так, и получается, жиров у тебя как бы нет, получается? Нет, они есть, орехи, мы же с тобой тоже это выясняли, ты говоришь, тебе нужны какие-то жиры, и мы ввели тогда орехи, и вот орехи кедровые. А, угу, а ужин у тебя есть? Есть, но он, правда, не больше, не позже пяти вечера, потому что вечером я, в принципе, не могу есть, мне тяжело это делать, и потом я уж так привыкла, и не хочу что-то менять, потому что ложиться спать тяжело, и мне, ну, как бы нет. Я ем, вопреки, там, всем вот этим канонам фруктов, ну, вот, как правило, муж приносит ягоды, там, например, там, голубику, фрукты, и так далее, там, мандарины, вот все, что я не доела с утра, я доела в вечер. Ну, это, конечно, противоречит моей теории, да, то, что после крахмала... Противоречит, да, да, ну, вот твой организм, видимо, справляется, да? Слушай, это все в районе пяти вечера происходит, то есть у меня потом еще до одиннадцати вечера, там, часов шесть. Нет, я не про одиннадцать вечера, я про то, что до этого ты ешь гречку, но, видимо, она у тебя очень быстро, да, наверное, она проходит туда на выход. Поближе, да? Да, и уже не, фрукты не успевают, да, ее догнать. У тебя вообще быстрое пищеварение? Очень быстрое. Если ты об этом, пищеварение у меня обновенное. А, Если ты об этом, то у меня пищеварение три или четыре раза в день, если так можно сказать. Поэтому у тебя и нет, возникает проблем из-за вот этого накладки фруктов. Никогда не возникало, ни в беременность, никак этих проблем не было, и ты задавал уже эти вопросы, когда, как ты говорила, вот критерий, основа, если вот там, скажем, эвакуация сразу после приема пищи, моя эвакуация, самая эвакуационная эвакуация на свете. Поэтому. Тебе просто ужасно повезло, и многие тебе бы, ну, прям, наверное, позавидуют, потому что есть как раз обратная ситуация, когда днем с огнем, как говорится, не дождешься, не доищешься вот этой эвакуации, а это, конечно, печально, это последствия. Байя, это все достигалось только вот этими регулярными чистками. Ты считаешь, когда-то у меня тоже не было настолько все щедро и прекрасно, и шоколадно, вот, но чем больше я чисток делаю, тем я же вижу разницу между, вот, например, пятницей. Ты считаешь, что это именно заслуга регулярных очищений? Абсолютно. Я просто в этом убеждена. Вообще просто можно, я, ну, можно, конечно, ставить эксперимент, но... Это очень хорошая новость, наверное, для тех, кто страдает, вот, задержкой эвакуации. Страдания все заканчиваются, как только ты просто раз в неделю ставишь себе пятницу, у меня так прям называется, день, там, как бы, такого спокойствия. А ты пятницу себе делаешь день на, без еды, просто на тваре, да? Или? На тваре. Ага. Нет, я пью с утра кофе и съем яблоко, и дальше, как бы, я без него, я без еды, если так можно сказать. То есть ты очищаешь кишечник каждый раз слабительным раз в неделю? Да. С солевым? Ну, как бы, я не знаю насчет слабительного, как такового, это вот магнезия, но она, вот, скажем так, я, во-первых, так привыкла жить уже, вот, но, скажем, вот, один грамм магнезии соответствует одному килограмму веса. То есть именно в такой ты пропорции принимаешь, да? Ну, я принимаю другую пропорцию, я про это и хотела сказать, что я беру 20-граммовый вот этот вот пакетик, вот, я его развожу и просто, и все. Ага, просто один пакетик ты выпиваешь, да? Да, ну, во мне веса 48 кило. Ну, тебе достаточно, конечно, да. Так, понятно. Ну, да, при такой системе, конечно, никаких заторов там, нет. Нет, не про меня. Все понятно. Так, ну, и подводя итог нашей сегодняшней встречи, у меня-то посыл какой, поскольку сейчас будет выходить мой курс новый, и на него придут новые люди, и придут старые люди. Новые люди приходят, потому что они не знают, как делать это самостоятельно, и они идут делать это под моим руководством. Старые люди, в смысле старые, повторные, да, приходят, потому что они хотят вновь и вновь ощутить вот этот, ну, вот этот самый, да, вот это самое состояние, но им хочется, чтобы они могли делиться еще этим состоянием в своей группе, потому что когда ты этим делишься, оно как будто бы становится еще более прекрасным. больше нас становится. Состояние, да, ну и плюс они говорят, что я их мотивирую, я их вдохновляю, вот, и как пример, да, вот этим людям, которые придут ко мне на курс, я бы и хотела как раз, наверное, привести твой, вот, твою жизнь, твой случай, это человек, который дружит со словом очищения, ну, в хроническом плане, да, и ничего, кроме положительного, положительных результатов не видит, то есть, налицо, конечно, очень положительные всякие результаты, и вот это вот и хотелось бы до людей донести, что детокс... Но это еще дисциплина, баечка. А я-то знаю, я-то знаю, что это дисциплина, но этому тоже не лучше. Это дисциплина, и неотступно, и у тебя, вот я не знаю, звучит или нет среди людей, это же очень важно, мы же тоже, мы, я не знаю, обсуждали это или нет. У меня есть сердобольная Валя, которая говорит, зачем тебе это надо? Потом у меня ребенок подрастает, который говорит, мама, а теперь и я тоже должен это делать. У меня, например, муж, который вот так вот такой говорит, а, тогда я пошел. Вот. Или, например, сослуживцы мои там, да, коллеги говорят, да у нее хост, да все нормально, просто у Любови Юрьевны плоск. Она такая, потому что она как бы мясо не ест. Ну, то есть, понимаешь, да, это все окружение должно как-то вот, ну, должно не должно, но было бы здорово, если бы оно разделяло эти все ценности и как бы поддерживали, хотя бы не, как бы не комментировал, потому что, ну, я же не комментирую, что вы выходите курить там по пять раз на дню, да, это как бы, ну, ваша жизнь, у меня там, она другая, как бы, эта жизнь. Ну, или там, я же не комментирую, что утром в понедельник, как бы, по мастерской там, разные, скажем, ну, вот, или, ну, это все как бы такое, дисциплина, и, конечно, поддержка окружения, поэтому те звезды, которые приходят к тебе второй раз и готовы делиться, это ценность. Да, да, Люба, я тебя благодарю, к сожалению, формат, да, 40-минутный формат заканчивается, благодарю от всей души. Мне было приятно. Хочу, чтобы вот именно, понимаешь, те, кто будут смотреть, чтобы они поняли, что детокс – это образ жизни, что это не героизм, что это не какой-то там… Не подвиг, да, это не разово, это просто постоянно. Это образ жизни, который приводит именно… Ты просто выбираешь его, и все, да, ты им следуешь. Да, спасибо тебе огромное. Я очень надеюсь, что мы с тобой еще как-нибудь… Лето впереди, Бая, жди меня с арбузами. Да, и мы пересечемся, надеюсь, не только онлайн, но я надеюсь, что и на земле. Вот так мы еще обнимемся, мы еще обнимемся. Все, благодарю тебя. Обнимаю. Спасибо. Успехов твоему бизнесу, процветания тебе. Заимно, заимно. Всего-всего самого хорошего. Благодарю. Счастливо. Пока-пока. Пока.